ДЦ «Добрынинский» в трёх минутах от станции метро. Здравствуйте, уважаемые гости книжного клуба «День», наши зрители в сети интернет. Мы продолжаем цикл наших бесед с врачом, кандидатом медицинских наук и автором теории сознательной эволюции человека Александром Васильевичем Клюевым. И сегодня в основе нашей беседы будет лежать материал, одна из последних статей знаменитого учёного, популяризатора науки, я думаю, всем здесь известного, «Капицы о народонаселении». Опираясь на неё, мы перейдём к проблематике, касающейся в принципе эволюции человеческой цивилизации, принципов этой эволюции, того, что лежит в её основе. Но, тем не менее, вот с вашей точки зрения, Александр Васильевич, почему именно этот материал является столь важным и достаточно удобным, удачным для нас для того, чтобы на его базе строить дальнейшие рассуждения? Ну, этот материал ко мне пришёл тогда, когда для меня было очевидным, что то, что мы называем «Дарвневской эволюцией», она закончилась, и «Социальная эволюция», которая сегодня приводит явно к деградации человечества, причём массовой, но ещё настоящая над «Дарвневской» социальная эволюцией, духовная эволюция, о которой почему-то все молчат. И вот с позиции «Духовная эволюция» у меня эта статья была просто. Я козырь получил. Вот то, что Сергей Петрович продемонстрировал, о том, что численность населения Земли сегодня приближается к некой конечной цифре, то есть тогда встаёт вопрос, а что же дальше? Что же дальше? Что будет с человечеством, которое по максимуму как бы размножилось, как в Ветхом Завете сказано, да? И что с этим размножившимся человечеством будет дальше? Вообще вопрос очень важный. Этот вопрос как-то из поля зрения и психологов, и аналитиков, и политиков, я не говорю об экономе, что он как-то вот уходит. Вы заметили или нет? Вообще для чего человечество появилось на этом свете? Для того, чтобы родиться, получить удовольствие, состариться, заболеть и умереть, да? Или не очень? Ну, это какая-то перспектива, не очень как-то для меня была, для молодого человека 42-х лет. Понятно, как так? Я смертей нагляделся очень много по роду своей профессии. Я и судебно-медицинский эксперт был, и массовые катастрофы в авиации, это поле моей деятельности. Я задал себе очень простой вопрос, а для чего я вообще живу? Вы себе задавали такой вопрос? Я думаю, из присутствующих в жале вот сидят люди, которые этот вопрос задали всё-таки себе. Есть такое? Важный вопрос-то. Очень важный вопрос. Накопили вы здесь знания, принесли пользу людям, посадили дерево и ушли ни с чем в небытьё. Ну, как-то вот нелогично, да? А? Вот посмотрите на розу, на цветок, как он устроен. Замечательно совершенно? Понюхайте его. А сегодняшний человек, вы смотрите, раздираемый страхами, психологическими, разного рода катаклизмами, которые не только на уровне психологии человеческой, но и на планетарном уровне сегодня. Смотрите, что творится. То есть наступает некий, ну, наверное, час икс, когда человечество должно ответить на вопрос, а для чего мы сюда вообще пришли? Чем нам надо заниматься, будучи здесь на земле? Драться, ругаться, портить друг другу жизнь. Вот создаётся такое впечатление, что вот люди собрались здесь на земле для того, чтобы портить друг другу жизнь. Ну, в рамках закона портить или там, ну, сами понимаете, да, узаконенными методами, но портить друг другу жизнь. Вот честно. Так или не так? Я предыдущего спрашиваю. Ну, я думаю, что всё-таки всё немножечко сложнее. Ну, к слову сказать, возвращаясь к той основе, на которую мы сегодня опираемся, мне кажется, есть несколько важных аспектов, да, именно укопиться, о которых стоит упомянуть. Касательно, допустим, того, что человечество приближается к некой пороговой численности. Ну, некой, да, численности. Ну, понятно, что все величины здесь довольно условны, но, тем не менее, идёт речь о примерно 10 миллиардах человек. И эта цифра, она фигурирует, она неоднократно встречается в истории человечества, но в разной раскладке на временной хронологической примутке. На трешке. Да, и тем самым мы переходим к ещё одному очень важному сюжету, о нём сегодня позже будем говорить отдельно, особо более подробно. Это к времени и к тому, как человеческая цивилизация взаимодействует со временем, как человеческая цивилизация раскладывается во времени. Вот одна из идей, которая прослеживается у Капицы и которая, если я правильно, опять же, понимаю, является стержневой в вашей концепции, это то, что время ускоряется. Речь идёт, конечно же, не о физическом времени, а речь идёт в первую очередь о социальном и психологическом времени, то есть том времени, в котором человечество существует субъективно. Ускорение времени. Соответственно, эти 10 миллиардов, они могут обернуться через биосферу Земли за разные временные промежутки, но при этом то число взаимодействий между отдельными личностями, которые в рамках этих 10 миллиардов происходят, оно примерно сопоставимо и, собственно говоря, составляет некую историческую эпоху. Я правильно понимаю? Да. Правильно. Вот я сейчас процитирую Сергея Петровича, начну цитировать его статью. «После крушения науки в нашей стране я был вынужден провести год за границей, в Кембридже, где я родился». Это сын Сергея Петровича, отец Сергея Петровича Капица, это лауреат Нобелевской премии, дважды герой соцтруда Пётр Леонидович Капица, известный физик. И в Кембриджской лаборатории он в 20-е годы стажировался. Там родился его сын Сергей Петрович. И вот после крушения или развала Советского Союза Сергей Петрович оказался там, где он родился. И был он прикреплён там к Герой Нобелевскому колледжу. Это часть комплекса научного, в котором работал его отец. Ему дали небольшую стипендию, которая поддерживала его, да. И жил он в доме, интересно, построен его же отцом. Представляете, вернулся через 50 или с лишним чем-то лет туда, где он родился. Далее я его цитирую. «Я и раньше занимался глобальными проблемами мира и равновесия, тем, что заставило нас изменить точку зрения на войну с появлением абсолютного оружия, которое может разум уничтожить все проблемы, хотя и не способны их решить. Но из всех глобальных проблем на самом деле главное – это число людей, которые живут на земле. Ну, сколько их, куда их гонят? Он процитировал строки из стихотворения Пушкина «Бесы». Сколько их, куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму ли замуж выдают?» Это пушкинское стихотворение. Сегодня действительно на планете людей видимо-невидимо, куда их гонят? То есть какая-то полнейшая бестолковость относительно смысла собственного существования. Я с этого начинал. Вот. И вот я смотрю кинохронику XX века, начало XX века, начало Первой мировой войны. На балкон Зимнего дворца выходит император Николай II. Толпы людей приветствуют грядущую кровавую бойню. Пауза. Вы понимаете? Где эти люди сейчас? Куда они их делись? Вообще, ну, представляете, вот кинохроника. Вот когда её смотришь и начинаешь... Ну, люди, куда вы делись? То есть без следа и памяти исчезли. Даже не задав себе вопроса, кто мы, что мы, зачем и почему. Цитирую Сергея Петровича. Это центральная проблема у народного населения по отношению ко всему остальному. И в то же время её меньше всего решали. Нельзя сказать, что раньше об этом никто не задумывался. Люди всегда беспокоились о том, сколько их. Так Платон подсчитал, сколько семей жило в идеальном городе. И у него получилось около пяти тысяч. Таков был видимый мир для Платона. Население полисов Древней Греции исчислялось десятками тысяч человек. А остальной мир был пуст. Просто не существовал как реальный аренд действий. Ну, тогда и земля была плоской, на трёх китах или на трёх черепахах. Была только Греция. Сейчас в одном высотном доме проживает около тысячи человек. Время другое. Понятно, да? Смотрите, урбанизация очень мощная. Цитирую. Подобная ограниченность интересов человеческих, как ни странно, существовала даже 15 лет назад. Статья была написана в 2002 году, по-моему. Когда я начинал заниматься проблемой народного населения. Обсуждать проблемы демографии всего человечества было не принято. Как в приличном обществе не говорят о сексе, так в хорошем научном обществе не полагается говорить о демографии. Вроде бы этого нет вопроса. Ну, растут, растут. Умирают и умирают, и ладно. До этого никому вроде бы нет дел. То есть, вообще, люди не задают себе вопрос о смысле существования. Соответственно, то, что конечность существования вроде предрешена, вот вопрос смерти, он как-то уходит на второй план. Когда уж непосредственно чашку воды подать, ты в реанимацию, это другой вопрос. А так в жизни люди распыляются. Сегодня есть куда бежать. Есть бежать в виртуальные миры, в интернет, там что-то лазит, искать. Понимаете, да? То есть, сама жизнь, по сути, вот отсечение от реальной жизни, невидение реальной жизни, погружение в виртуальную жизнь, вопрос о существовании печального конца, и вот нет этого вопроса. Он просто не возникает сегодня. Вы понимаете, о чём речь? Может, я не тот вопрос поднимаю, но хотелось, чтобы этот вопрос был ключевым. То есть, погружение в виртуальные миры, вы уходите от живой жизни, вопрос, вот смысл собственного существования, он просто повисает в воздухе. Люди не задают этот вопрос. Это беда. Это главная беда конкретного человека. Человечество в целом, оно же состоит из конкретных людей. Ну, правда, сильные мира сего в кулуарах всерьёз обсуждали, это не секрет, а в золотом миллиарде, что нужно, всего миллиард нормальных людей и обслуга. И больше ничего. Но оказывается, что никакими средствами, ни войнами, ни попытками как-то вот снизить рождаемость, вот численность населения сократить, ну, это не удаётся. Вот будет видно в дальнейшем, Сергей Петрович об этом говорит, что мировые войны, ну, 8% населения уменьшалось. Потом очень быстро, лет за 20, всё это восстанавливалось. Не в животном мире. В животном мире можно отстрелять всех животных. Но с человечеством тут какой-то другой вопрос. Что человек особое существо, который призван, опять-таки, имея животное тело, да, явить или предъявить миру нечто настоящее над животным миром. Имея животное тело, безусловно, мы не спорим на эту тему, нет? А людей, когда их много, сколько им не дай, всегда будет мало, надо пенсии платить, заплату платить. Это головная боль, в общем-то. Ну, вот эта головная боль, она из поколения в поколение, из века в век, но численность населения не уменьшается, а растёт. Почему-то. В отличие от представителей животного мира. Цитирую Сергей Петрович. Мне казалось, что начинать нужно с человечества в целом. Но такой предмет нельзя было даже обсуждать. Демография развивалась от меньшего к большему. От города, страны, к миру, в целом. Была демография Москвы, демография Англии, демография Китая. Как заниматься миром, когда учёные едва справляются с районами одной страны. Чтобы пробиться к центральной проблеме, пришлось преодолеть очень много того, что англичане называют общепринятыми догмами. То есть, он решил разрушить догмы и какие-то запреты. Да, вот такой негласный табу на эту проблему. Конечно, я был в этой области далеко не первым, говорит Сергей Петрович, великий Леонард Тейлер, работавший в самых разных областях физики и математики, ещё в XVIII веке написал главные уравнения демографии, которыми пользуется до сих пор. А среди широкой публики наиболее известное имя другого основоположника демографии Томаса Мальтуса. Автор животной теории выживания человечества, мальтузианства, английский экономист Мальтус, в частности, считал, то, что люди, как и животные, должны размножаться, болеть, умирать, и не надо им помогать. Слабых и недужных не надо выхаживать, то есть выживают сильнейших, как в животном мире. Как при естественном отборе? С конечностью ресурсов. То есть вроде бы как человечество путем экспоненциального роста достигнет той критической точки, когда погибнут все, если будут в тех же темпах размножаться, как это происходило в реалиях мальтузианских, то есть в конце 18-го столица. Это да. Сейчас практика вроде бы как уже опровергает Мальтуса хотя бы тем, что темпы прироста населения начали снижаться. Ну, вообще-то, естественно, отбор никто не отменял. Вот эпидемия коронавируса, она явно свидетельствует о том, что вызывают все-таки сильнейшие. Да? Все-таки периодические эпидемии, как было сто лет назад в Европе, испанка. Это тоже была вирусная пневмония, когда пол Европы выкосил, это испанка так называемая. Вот. И революции, и всякие катаклизмы в этот период проходили. Если помните, да, Первая мировая война, революции. Вот сегодня тоже какие-то вот самые эпидемии, пандемии, какие-то глобальные потрясения происходят. Заметили? Видим, какие-то процессы глобальный родитель, как говорит Сергей Петрович, устраивает нам встряски. Глобальные родители, я не буду говорить о проведении, не буду говорить там о высшем сознании, но тем не менее они есть. Эти встряски периодически возникающие. стряска прям полноценная порка. Ну, хорошая порка, надо сказать. Полноценная. Вот. И многие фашисты, еще и идеологи, кстати, охотно брали идеи Мальчиша на вооружение. Согласно их замыслам, преступным, слабые, просто не нужны в этом мире, и все. На них не надо обращать внимание, они подлежат уничтожению. Гитлер эту идею пытался реализовать, да. Был такое. Был любопытной фигурой, цитирую Сергея Петровича. Он окончил богословский факультет, но был очень хорошо математически подготовлен. Он занял девятое место в кембриджском конкурсе по математике. Если бы советские марксисты и современные общества веды знали математику на уровне девятого ранга университета, я бы успокоился и считал, что они достаточно математически оснащены. То есть, он вот по поводу математики тот нам шпильку вставил многим. Я был в кабинете Мальтуса в Кембридже и видел там книги Эллера с его карандашным и пометками. Видно, что он полностью владел математическим аппаратом своего времени. Теория Мальтуса достаточно стройна, но построена она на неведных предпосылках. Он предполагал, что численность людей растёт экспонциально, то есть, скорость роста, чем выше, тем больше людей уже живёт на земле и рожает и воспитывает детей. Но рост ограничен доступностью ресурсов, например, еды. Например, еды. Экспонциальный рост до полного истощения ресурсов – это не та динамика, которую мы видим у большинства живых существ. То есть, в животном мире ресурсы исчерпаны, питания нет, вид гибнет. Но дело в том, что мы не микробы, люди не звери, цитирую Сергей Петрович. Аристотель сказал, что главное отличие человека от животного в том, что он хочет знать. Ну, главное отличие человека от животного – это то, что он имеет интеллект и может, может задать в отличие от животных один главный вопрос. Вот на мой взгляд. Зачем он появился на этом свете? Животные вряд ли такие вопросы задают. Согласны со мной? Безусловно. Вот. Наверное. Вот. Поэтому, помимо того, что человек многое наизобретал в этом плане, но в плане осмысления или понимания того, что он собой представляет в этом мире и для чего он пришёл на эту землю, это очень важный вопрос. Если человек получает ответ на этот вопрос, то жизнь его начинает обретать смысл, потому что он знает ответ на этот вопрос и как этот вопрос решить для себя конкретно, он есть. Потому что параллельно с эволюцией социальной возникла эволюция, я бы сказал, не эволюция, а направление духовное, которое изучало всё-таки те скрытые, серьёзные возможности человека, которые настояли над его животными качествами, над его социальными качествами. Нечто более глубинное и то, что позволит человека стать другим, стать другим, принципиально другим и совершенно по-другому взаимодействовать с этим миром. Параллельно с эволюцией социальной шла духовная эволюция. Обязательно. Вообще духовная эволюция стоит над всем. То есть, это то, ради чего вообще затеялось земное человечество. То есть, получить совершенный духовный плод. Ну, не богов по отдельности каждого, да, но в целом с какой-то целью для того, чтобы человек не был сегодняшним больным, бедным, несчастным, ноющим. Ну, это же несерьёзно, наверное, да? Ну, если по большому счёту, да? То есть, отдельные представители рода человечества демонстрировали возможность обретения принципиально нового сознания, принципиально нового сознания, принципиально нового взаимодействия с этим миром совершенно в ином качестве. В общественных науках, я цитирую Сергея Петрович, мало точных цифр. Пожалуй, население страны единственное, что безоговорочно известно. Когда я был мальчишкой, меня учили в школе, что на земле живёт 2 миллиарда человек. Сейчас 7 миллиардов. Ну, на момент написания статьи где-то 7 миллиардов. Такой рост мы пережили на протяжении жизни одного поколения. Мы можем примерно сказать, сколько народу жило во времена рождения Христа. Порядка 100 миллионов. Палеоантропологи оценивают популяцию людей палеолита примерно в 100 тысяч. Ровно столько, сколько нам и полагается в соответствии с массой тела. Ну, животной эволюции. Но с тех пор начался рост. Сначала едва заметный, потом всё быстрее, в наши дни взрывной. И никогда прежде человечество не росло так стремительно. То есть, по сути, за две тысячи лет начался стремительный рост. Ну, что скрывается за стремительным ростом численности населения? Ну, о глубинной причине мы сегодня, может быть, и умолчим, но вспомним. Вспомним всё-таки евангельские откровения спасителя, который сказал, что на земле вообще должны собраться когда-то все живые и мёдтвые. Очень такой интересный термин. То есть, как бы подвести итог численности населения, ну, душ, если хотите, которые проходили в разные исторические периоды, ну, будем говорить здесь огранку или эволюцию в плане совершенствования каких-то внутренних качеств. Наверное, так? Возможно. Интересный такой момент, когда должны все собраться. Вот как мы все соберёмся, вот, тогда, возможно, что-то интересное произойдёт. Ещё до войны шотландский демограф Пол Маккендрик предложил формулу рост человечества. И рост этот оказался неэкспотенциальным, а гиперболическим, очень медленным, вначале и быстро ускоряющимся в конце. И, согласно его формуле, в 2030 году численность человечества должна стремиться к бесконечности. Но это явная нелепость. Люди биологически неспособны нарожать до конечного времени бесконечное число детей. Гораздо важнее, что такая формула отлично описывает рост человечества в прошлом. А это значит, что скорость роста всегда была пропорциональна не числу живущих на земле людей, а квадрату этого числа. Физики и химики знают, что означает такая зависимость. Это реакция второго порядка, где скорость процесса зависит не от числа участников, а от числа взаимодействия между ними. Когда что-то пропорционально н квадрат, это явление коллективное. Ну, такова, например, я продолжаю цитировать Сергея Петрович, цепная реакция ядерная в атомной бомбе. И чем больше сложность, тем быстрее рост. Мы размножаемся, питаемся, мало отличаясь в этом от животных, но качественное отличие в том, что мы имеем знания, обмениваемся знаниями, мы передаем их по наследству, мы передаем их горизонтально в школах, в университетах, поэтому и динамика развития у нас другая. Мы не просто плодимся и размножаемся, у нас происходит прогресс. Ну, речь идёт, видимо, о социальном прогрессе, какой-то социальной эволюции, но социальная эволюция, она сегодня тоже со всей очевидностью заходит в тупик. Для меня это, например, очевидно. Социальная эволюция – это прогресс человечества в плане устройства, жизнеустройства. Ну, смотрите, ну, включите новостной телевидение, ну, посмотрите, что в этом мире сегодня происходит. Я не пессимист, просто есть факты, от которых, ну, нельзя уходить, они есть. Призывы к здравому смыслу, призывы к тому, чтобы, ну, люди, ну, сколько можно. Ну, это всё так и остаётся прижим. Потом мы поговорим, почему это происходит, наверное, во второй части. Всё-таки функционирование психики человека в разных режимах, десинхронизированных, когда люди друг друга не слышат. Вроде бы слышат слова, но отчёта, как бы анализа тому, что говорят и что говорится, не даётся никакого. то есть есть определённые закономерности, о которых мы тоже с вами сегодня будет время, поговорим. Не только историческое время, но и психологическое время здесь оказывает очень серьёзное влияние на то, что происходит сегодня в мире. Изменение психологического времени, то есть самим человеком, внутри самого себя, разные режимы функционирования психики приводят к непониманию друг друга, к неадекватному восприятию реальности. В качестве ремарки у Александра Васильевича есть богатейший опыт изучения действий психологических реакций людей в стрессовых ситуациях, а именно это, если не ошибаюсь, почти 50 лет расшифровки записи чёрных ящиков. То есть те пилоты, которые вынуждены рискуя жизнями своими, рискуя жизнями пассажиров каким-то образом пытаться выйти из возникшего кризиса, вот то, как они себя в этих условиях проявляли, как менялось их психологию, как менялось их восприятие реальности, о чём мы в дальнейшем ещё будем говорить, вот это всё было предметом самого пристального внимания Александра Васильевича, и в этом отношении, безусловно, перед нами человек, который знает, о чём говорит, а с другой стороны, ну, многие, опять же, очень и социальные психологи, социальные философы считают, что сейчас всё или почти всё человечество пребывает в состоянии всё более и более усугубляющегося стресса. Да, то есть фактически в какой-то степени понятно, что все ситуации по-своему уникальны, но с другой стороны, каждая уникальная ситуация может быть иллюстрацией некой общей глобальной тенденции. Да, мы можем говорить о том, что здесь есть некое подобие между теми проявлениями психологическими, которые можно наблюдать, допустим, в кружащемся Боинге или там или, или ту, и между теми проявлениями массовой уже коллективной психологии, которые наблюдаются в современных государствах, крупных каких-то социальных общностях и в конечном счёте в человечестве вообще. Вот по поводу того, что оценка состояния, сегодня 9 часов, мне звонят утром, Александр Васильевич, нужно. Я говорю, буду. Ну вот по поводу того, что надо оценить состояние в конкретной ситуации. Гораздо сложнее, вот практически и без самописцев можно это делать, потому что сейчас есть, в общем-то, ну, воздушные суда, не оборудованные самописы. К этому мы ещё вернёмся, просто чтобы сейчас не есть. Нет, я просто говорю, поэтому мне приходится иногда по совершенно другим данным это делать. Ну, это уже дело техники, но приходится из других источников получать информацию, не имея даже самописов. Но они есть, эти источники. Если есть человек, и то, что от него осталось, всегда источники находятся. Вот там биохимия интересная, но это другой вопрос, ладно, не будем сейчас об этом говорить. Я просто говорю, что, в принципе, это возможно. Возможно тоже. Безусловно, сегодня налицо стремительный научно-технический прогресс, но в психологическом плане, это я не капица цитирую, я поясняю немного, да, в психологическом плане в человечестве наблюдается стремительный духовный регресс, то есть духовная деградация появляется во всех сферах человеческой жизни. В общечеловеческом, я бы сказал, ну, простите меня, может, не лешная фраза, в общечеловеческом сумасшедшем доме врачей и пациентов трудно отличить, они примерно одинаковые. Ну, с одной стороны, фраза довольно меткая, с другой стороны, разве не каждое новое поколение, оглядывая, так сказать, то, что он увидит перед собой, каким-то похожим выводом приводило, мне кажется, что тема упадка нравов, она вообще такая древняя по своему звучанию, то есть уже в античности можно найти авторов, которые сетуют на то, как вообще безумно ведет себя новое поколение, ну, и в средние века потом, и в новое время, и так далее. Тогда не было средств распространения форм деградации, сегодня это интернет, телевидение, средства массовой информации, тогда это было, ну, из уста в уста, передавалось, как-то не слишком широко, сейчас это вот в форме эпидемии как-то начинает проявляться, наверное, ну, понятно, средства-то коммуникации совершенствуются. Ну, если скоро у нас ускоряется социальное время, значит, ускоряется и скорость распространения социальных психозов. Да. Этот прогресс, цитирую Сергей Петрович, довольно трудно измерить численно, но вот, например, производство и потребление энергии может быть неплохим критерием. И данные показывают, что потребление энергии тоже пропорционально у квадрата числа людей. То есть, потребление энергии каждым человеком тем выше, чем больше населения Земли. Будто каждый современник от Папуаса до Алиута делится с вами энергией. Так вот, наше развитие заключается в знании. Это и есть главный ресурс человечества. Поэтому говорить о том, что наш рост ограничен истощением ресурсов, очень грубая постановка вопроса. В отсутствии дисциплинированного мышления появляется очень много всевозможных страшилок. Например, пару десятилетий назад всерьез говорилось об истощении запасов серебра, которые используются для изготовления киноплёнки, якобы в Индии и Голливуде снимать стокфильм, что скоро всё серебро Земли уйдёт на эти нужды. Имелись в виду 80-е годы. Да, так бы возможно и было, но тут изобрели магнитную запись, а сейчас и цифровая запись. То есть насчёт еды, насчёт ресурсов, которые пищевые, тоже проблем нет. В общем-то, если искусственно это делать, сдерживать и как-то неправильно перераспределять, тогда другой вопрос. А так сейчас и тараканов жарят, и какое-то мясо искусственное изобретают. То есть нашли способы пополнять белковые запасы пищи какими-то нетрадиционными методами. Есть так. Вопрос, конечно, как и кто захочет кушать тараканов. Нет, едят, показывают очень с аппетитом, если хорошо пожарят, с кетчупом, с кетчупом опилки пойдут. В общем-то, так что проблема пищевая, на сегодня её нет, просто этой проблемы. Пищи в мире, я цитирую Сергея Петровича, хватит всем. Мы детально обсуждали этот вопрос в римском клубе, сравнивая пищевые ресурсы Индии и Аргентины. Аргентина по площади на треть меньше Индии, но в Индии в 40 раз больше населения. С другой стороны, Аргентина производит столько продуктов питания, что может прокормить весь мир и не только Индию, если напряжётся как следует. Нам, помните, 90-е годы, те, кто из того поколения, буйволятину аргентинскую присылали. Её, даже когда она оттает, топором разрубить было невозможно, но вот был такой продукт. Буйволов из Аргентины доставляли, ну, нашли способ прокормить Россию, которая, ну, обнищала в этом плане в тот период. Гиперболический закон роста человечества на протяжении истории демонстрировал удивительную стабильность. Я продолжаю цитировать, Сергей Петрович. В средневековой Европе эпидемии чумы уносили в некоторых странах до трёх четвертей населения. На кривой роста в этих местах действительно наблюдаются провалы, но уже через столетия численность выходит на прежнюю динамику, как будто ничего и не произошло. Самое большое потрясение, испытанное человечеством, это Первая и Вторая мировые войны. Если сравнить реальные данные демографии с тем, что предсказывает модель, окажется, что общие потери человечества от двух войн составляют порядка 250 миллионов, то есть втрое больше любых оценок историков. Население Земли отклонилось от равновесного значения на 8%, но потом кривая за несколько десятков лет устойчиво выходит на прежнюю траекторию. Глобальный родитель, это термин Сергей Петрович, оказался устойчивым, несмотря на страшную катастрофу, затронувшую большинство стран мира. То есть некий процесс, который контролирует глобальный родитель, вот рост народонаселения, он контролируется и рост продолжается, никаких сбоев в этом направлении не предвидится. То есть уничтожить человечество вообще очень сложно. Даже если очень постарается, кто-то захочет, но сама реализация тоже зависит от глобального родителя. Допустит он эту реализацию или нет. Хотя много в мире накоплено всякой гадости и дряни, которая может в одночасье, если это все сразу пламениться, привести к печальному концу. Но мне не верят, что будет так. Не знаю. Я не сторонник вот такого печального конца от каких-то ядерных взрывов и отравления. В конце концов у нас есть эмпирический факт, то есть ядерное оружие существует уже не один десяток лет, но пока что никакой глобальной ядерной войны не случится. Немножко поразвлекались в Херосиме и Нагасаке американцы, но это был для нас, для Советского Союза сигнал, что мы, ребят, не балуйтесь, у нас все есть. Распалась связь времен. На уроках истории многие школьники недоумевают, почему исторические периоды становятся со временем короче и короче. Верхний палеолит продолжался около миллиона лет, а на всю остальную человеческую историю осталось всего полмиллиона. Средние века тысячи лет, остается всего пятьсот. От Верхнего палеолита до Средневековья история, похоже, ускорилась в тысячу раз. Это явление хорошо известно историкам и философам. Историческая периодизация следует не астрономическому времени, текущему равномерно и независимо от человеческой истории, а собственному времени системы. То есть человечество живет в собственном времени, в историческом времени, не в времени календарном. То есть процессы временные, то есть эволюционные процессы, они в общем-то не зависят по сути от календарного времени. Сам другая плотность времени, видимо, если по Козыреву говорить, я не буду трогать теорию Козырева сейчас, потому что это отдельный вопрос, тут увеличивается плотность времени, поэтому интенсификация исторических процессов, они более интенсивными становятся. Важно понимать, что это не какое-то другое время, которое подменяет собой календарное. Календарное время, безусловно, по-прежнему существует и идет в тех темпах, которые ему положены в соответствии с физическими законами и реалиями мироздания. Но социальное время, время историческое, время с точки зрения наполнения его теми событиями, которые воспроизводит социум, как в целом человеческая цивилизация, оно действительно ускоряется, потому что с каждым следующим поколением, с каждой следующей генерацией для определенного количества событий, для определенного количества взаимодействий между индивидами требуется все меньше и меньше календарного времени, потому что людей становится больше, потому что дифференциация и сложность общества как структура возрастает, ну и как следствие мы имеем то, что имеем, если у нас действительно палеолит длится миллион лет, то современные нам, более современные нам эпохи, это уже тысячелетия, столетия, там, собственно, новейшая история. В одно поколение укладывается сегодня даже. Ну, по некоторым оценкам, да, уже можно и о таком речи вести, что каждое поколение представляет собой некую цельную, отдельно взятую эпоху. Ну, к этому еще. То есть, каждое поколение людей живет в собственном времени, времени системы существенно отличается, вот уже говорили от того времени, что было 100 лет или 500 лет, а тем более тысячи лет там назад. Собственное психологическое время, вот, человечество и конкретно у человека, время системы, в котором мы сегодня живем, невероятно ускорилось, даже по сравнению с тем, что было в начале 20 века. Временные процессы со всей очевидностью ускоряются, мы быстрее рождаемся, чаще рождаемся, быстрее старимся, быстрее умираем, но нам, самим, находящимся внутри системы, с ее собственным временем, эти измерения не с чем сравнить, хотя для стороннего наблюдателя, если выйти из этой системы, по теории Эйнштейна, будет видно, что время-то изменяется, ускоряется, вот в чем дело. А эталон времени наш, он внутри, он тоже меняется, поэтому мы не можем реально оценить, что мы живем во времени ускоренном. Это может видеть только новое сознание, которое выпадает возле с десинхроноза. Она может видеть, что действительно все процессы ускоряются, на самом деле. Если сделать математические оценки, цитирую Сергей Петрович, что получится, что в текущем историческом периоде, вот эта интересная вещь, собственное время системы человечества сжалось по сравнению с палеолитом в сто тысяч раз, а по сравнению со средними веками в сто раз. И дальше линейное время продолжает сокращаться. Для образности можно привести такое сравнение. Средняя продолжительность жизни современного человека примерно 80 лет или около 700 тысяч часов. Для пещерного человека восприятие нашей жизни будет как один световой день, около 7 часов. Поистинность жизни человека внутри времени современного человечества стала меньше жизни мотылька. Собственно же, время следует той же зависимости, что и потребление энергии или прирост населения. Оно течет тем быстрее, чем выше сложность нашей системы. То есть, чем больше людей живет на Земле. Я так думаю, что нужно сделать еще одно небольшое пояснение. Понятно, что если мы говорим о продолжительности жизни в, скажем так, физическом времени, то, конечно, сейчас продолжительность жизни значительно выше у отдельно взятого человека, чем в палеолите. Причем, в принципе, можно даже сказать, что в несколько раз. Палеолита порядка 30-35 лет это был вполне нормальный вариант. Но если мы говорим о человеческой цивилизации в целом, состоящей из определенного количества индивидов, то тут ситуация уже будет несколько иной, и появляются те эффекты, те феномены, о которых сейчас идет речь. Я надеюсь, вы чувствуете, что темп времени ускоряется. Сегодня его в большей степени определяет, я бы сказал, эмоциональный режим психической деятельности, о котором мы уже после перерыва поговорим. Да, безусловно. То есть это тот режим психической деятельности человека, который с ускорением, то есть выпадение из реальности, то есть ты, как мы говорили в авиации, вот, самолет летит сзади тебя, а ты управляешь непонятно чем. Вот в ряде случаев мы сегодня видим и политические какие-то решения совершенно неадекватные. Ситуация, она там, да, ты выпал из ситуации, принимаешь какие-то решения. То есть нужна пауза, нужно остановиться, нужно каким-то образом оценить ситуацию хотя бы по фрагментам. Но вот оказывается, что сегодня вынужденный темп времени, вынужденный темп заставляет человека делать ошибки. То есть ошибки неизбежны, причем ошибки бывают, ну, зачастую весьма-весьма трагичные, надо сказать. Так же, как вот в наших случаях изучение поведения пилотов. Ну и отдельный момент тоже в качестве затравки для наших уже последующих частей разговора. Я думаю, многие сталкивались и сами лично с этим эффектом или там, как-нибудь о нем слышали, что современному человеку постоянно, постоянно на все или там, на что-то значимое для него не хватает времени. И это кажется достаточно парадоксальным, если не сказать абсурдным, когда мы сопоставляем наши собственные нынешние возможности с возможностями тех поколений, которые жили, ну, допустим, в условиях, в технических реалиях, в частности, средних веков, когда средства коммуникации и с точки зрения передачи информации, и с точки зрения того, как человек сам может перемещаться в пространстве, были несравненно менее совершенными, когда срок жизни, зачастую, человеческой, был меньше, чем сейчас. Но, тем не менее, по крайней мере, тем описаниям, которые до нас доходят, вот этого ощущения цейтнота в обществе, в массовой психологии все-таки было заметно меньше, значительно меньше. Вот одно из тех проявлений, проявления психологической плоскости, тех эффектов, о которых сейчас ведется речь. Цитирую, Сергей Петрович, когда я начинал эту работу, то не предполагал, что из моей модели логически следует периодизация истории от палеолита до наших дней. Вот это его блестящее открытие совершенно. Он периоды истории показал, что вот эти 10 миллиардов за какие периоды проходили в историческом процессе. То есть вот явно то, что сродни нашим, кстати, вот воззрением касаемо протекания духовной эволюции вот по периодам, по накоплению потенциала сегодня, ну, тому, что мы называем в своих, как бы, работах квантом-скачком эволюции. То есть идет накопление некой энергии, которая должна каким-то образом разрядиться в плане, ну, изменения сознания, что людей с ментально-витального сознания, в котором сегодня побывает человечество, сознание, которое, ну, просто обязано совершать ошибки к какому-то новому, качественно новому сознанию, которое все-таки должно проявиться на Земле. Мое глубокое убеждение, что это должно быть до бесконечности. То, что сегодня продолжается в мире, оно, наверное, не будет проходить. И если считать, что история измеряется, продолжаю Сергея Петрович цитировать, не оборотами Земли вокруг Солнца, а прожитыми человеческими жизнями, укорачивающие исторические периоды мгновенно получают объяснение. Палеолит длился миллион лет, но численность наших предков составляла тогда всего около ста тысяч. Получается, что общее число живших в палеолите людей составляет около десяти миллиардов. ровно такое же число людей прошло по Земле и за тысячу лет в Средневековье. Численность человечества несколько сотен миллионов, а за 125 лет новейшие истории. То же самое число. Десять миллиардов человек, это, наверное, близко к общему числу особей или индивидов, которые, мы говорим, участвуют в духовной эволюции, готовы как-то принести то, что мы называем духовными плодами. То же, оборот жизни ускоряется, когда-то он был медленным, но сейчас происходит за более короткий период рождение. Это означает, что процесс духовной эволюции, судя по всему, духовная эволюция, которая стоит над социальной Дарвиновской, ускоряется, то есть он к своему пределу приближается. То есть предел, а что будет за пределом, сейчас еще послушаем, Сергей Петрович, он интересные вещи говорит с точки зрения физики. Таким образом, наша демографическая модель нарезает всю историю человечества на одинаковые не по длительности, а по содержательности куски, на протяжении каждого из которых жил около 10 миллиардов человек. Самое удивительное, что именно такая периодизация существовала в истории палеонтологии задолго до появления глобальных демографических моделей. Все же гуманитариям при всех их проблемах с математикой нельзя отказать в интуиции. Сейчас 10 миллиардов людей проходят по Земле всего за полстолетия. Это значит, что историческая эпоха сжалась до одного поколения. В качестве, опять же, некоего момента, который, как мне кажется, может отсюда воспоследовать, да, это вот то, о чем уже чуть раньше было сказано, это нарушение межпоколенческой связи или связи времен. То есть, если у нас историческая эпоха сжимается до одного поколения, и, соответственно, появляется характерная именно для этого поколения психология, в какой-то степени характерная именно для этого поколения мировосприятие, то, естественно, ему становится достаточно сложно, если не сказать, там, в каких-то аспектах даже невозможно адекватным образом воспринимать ту психологическую среду, в которой функционировало предыдущее поколение. Не замечать этого уже невозможно. Сегодняшние подростки не понимают, о чем это пело 30 лет назад Алла Пугачева. Помните эти слова, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата? Ну, телефон-автомат, сейчас их практически нет, да, сейчас с пеленок мобильные телефоны у грудничков даже, они что-то там нажимают, что весьма прискорбно. Вот, то есть абсолютно не понимают, не понимают слова, не понимают выражения советского периода, вот, книги, литература, тоже становится непонятно. То есть слова непонятно даже становятся, вот, а что это значит? И, собственно, верное и обратное, то есть представителям старшего поколения зачастую непонятны или не вполне понятны многие вещи, которые являются ходовыми среди современной молодежи. Сейчас цитирую Сергея Петровича, модно сетовать на разрыв модно сетовать на разрыв связи поколений, на умирание традиции, но, возможно, это естественное следствие ускорения истории. Если каждое поколение живёт в собственной эпохе, наследие предыдущего эпохи ему может просто не пригодиться. Ну, если бы мы не силили, да, как бы мы не силились реанимировать традиции, они, большей частью, сегодня метвы. И не случайно Кришнамотки в своей работе «Традиция революции» писал, что если вы будете жить слепо следуя исключительно традиции, национальной, государственной, церковной, другой, вы никогда не станете революционером духа, вы никогда не изменитесь. Вы будете жить по шаблону, по традиционному, рост сознания вашего не предвидится. Он даже абсолютно прав. Нужен прорыв в духовном. Что такое вообще традиция? Традиция – это воспроизведение уже существующих практик безотносительных осмыслений. И как-то в начале 80-х годов, я вот привожу это пример, 20-го столетия, пришедший к власти в Советском Союзе после смерти Брежнева Юрий Владимирович Андропов попытался было навести порядок в стране с утраченной идеологией, повсеместным введением строжайшей дисциплины. И у него ничего не получилось. В связи с этим он как-то в сердцах сказал своему помощнику «Коммунистов много, большевиков нет». Вот такая была им сказана фраза. Начало нового, цитирую, «Сжатие исторического времени сейчас дошло до своего предела. Оно ограничено эффективной продолжительностью поколений около 45 лет. Это значит, что не может продолжаться гиперболический рост численности людей. Основной закон роста просто обязан измениться. И он уже меняется. Согласно формуле, сегодня нас должно быть около 10 миллиардов». Маленькая, опять же, заметка на полях. Капица это писал еще в начале нынешнего века. Сейчас, с тех пор прошло уже порядка 20 лет. 10 миллиардов есть. И, в принципе, мы можем говорить о том, что очень многие из тех тенденций, которые тогда еще только прощупывали, сейчас стали вполне чуменными. То есть уже очень многие страны, которые тогда еще не вошли в стадию демографического перехода, сейчас в нее ступили, так сказать, полной ногой. Один из таких наиболее ярких примеров, наверное, это Китай. Вот на тот момент он, цитирую, «У нас всего 7, 3 миллиарда – это немалая разница, которую можно измерить и истолковать. на наших глазах происходит демографический переход, перелом от безудержного роста населения к какому-то другому способу прогресса». Многим почему-то нравится видеть в этом признаки надвигающейся катастрофы, но катастрофа тут скорее в умах людей, чем в действительности. Ну, надо сказать, что не только психическая сфера, но и физический мир должен как-то, видимо, в этом плане измениться. То есть слово «катаклизм» здесь, видимо, не подходит. Некий скачок, что ли, эволюционный, он действительно должен затронуть и затронет, по всей видимости, уже затягивает всех. Мы это чувствуем. То есть вот те участившиеся формы психопатических явлений, разного рода ненапсихических срывов – это как раз ускорение времени, переход к какому-то пределу за которым должно родиться что-то принципиально новое в части изменения сознания. Судя по всему, это будет именно связано с изменением сознания людей. Физик назвал бы это пазовым переходом. Вы ставите кастрюлю с водой на огонь и долгое время ничего не происходит, лишь поднимаются одинокие пузыри, а потом вдруг всё вскипает. Вот так и человечество. Медленно идёт накопление внутренней энергии, а потом всё приобретает принципиально новый вид. По нашему мнению, во всех планетарных структурах идёт накопление трансформирующей энергии, той энергии, которая давит на все царства природы. Причём, проникает эта энергия и туда, где в общем-то наблюдаются процессы, например, связанные с таянием ледников. то есть это не связано в сильной степени, все честные учёные это отмечают, с тем, что вот парниковый эффект, человечество там много чего натворило, и поэтому происходит потепление. На самом деле это совсем не так. Очень ничтожный процент за счёт деятельности человека вызывает изменение температуры. Здесь просто идёт и ускоряется вот тот процесс, процесс накопления, процесс трансформации внутренней энергетики ближе к тому периоду, к фазовому переходу. Это нормально, это так и должно быть в принципе. И в человечестве, и в человеке, в конкретном тоже идёт накопление этой энергии, неусвоение её, соответственно, неусвоенная энергия, она делает или творит то, что мы называем не совсем адекватным человеком. Думаю, что нам сейчас нужно подвести небольшой промежуточный итог. Да, да. То есть фактически о чём мы говорили, о чём мы пришли, что, во-первых, человеческая цивилизация в своём развитии проходила через разные этапы, но в этих этапах можно выявить, по крайней мере, согласно статье Капицы о народонаселении, достаточно любопытную закономерность, связанную с тем, что, ну, мы примерно берём эту цифру, то есть около 10 миллионов человек за историческую эпоху проходило через неё и тем самым, да, вот своими связями, своими взаимодействиями, её и образовывало. Историческое время ускоряется. Когда-то для того, чтобы это произошло при населении в моменте планеты, ну, где-то в 100 тысяч душ, требовался миллион лет, сейчас принципиально другие цифры, принципиально другие темпы. На это накладывается, безусловно, ещё и технический прогресс, ускорение психологического времени, ускорение темпов передачи информации и много чего ещё, что в какой-то степени нас сейчас подводит к тому рассинхрону, тому несоответствию нашего восприятия реальности, о котором мы в дальнейшем ещё будем говорить подробнее. И другой аспект, что эволюция человека, она разнообразна, она многопланова, но из, как минимум, ряда тех процессов, которые её определяли на протяжении очень долгого периода, человечество либо выпало в той или иной мере, если мы, допустим, говорим о естественном отборе, то сейчас он уже практически полностью замещён социальным отбором, то есть человек выживает в некоторых ситуациях тот, который никогда не выжил бы в природе, если мы можем говорить и о врождённых, допустим, заболеваниях, о просто заболеваниях. И с другой стороны, да, то, что связано с размножением, то есть уже сейчас в гораздо большей степени не естественно биологически, а социальные факторы влияют на то, будет человек размножаться или нет, в каких объёмах он будет это делать и, да, как, соответственно, в дальнейшем будет проявлять себя уже линия его потомства. И, возвращаясь к материалу Капицы и предваряя нашу, следующую часть, да, вот наших бесед, как минимум в одном из аспектов, то есть аспекте ускорения, непрерывного ускорения вот этого социального времени, наступил перелом, наступил некий кризис, то есть ещё сильнее, чем в рамках одного поколения, да, вот мы как бы ужимаем эту эпоху, оно ускориться просто не может. Как следствие, намечается переход на некую другую модель развития, которая сейчас проявляется в том числе через демографический переход, да, который наблюдается во всё большем и большем количестве стран, ну и, судя по всему, станет такой основной демографической тенденцией 21 века. А что может прийти на смену прежним парадигмам в эволюции человеческой цивилизации, мы и будем говорить чуть-чуть позже. Спасибо всем. Спасибо всем.